Олимпик. Трансатлантический лайнер компании Вайстар Лайн. Первый из серии трех лайнеров класса Олимпик. Двумя другими кораблями были Титаник и Британик. Все три судна задумывались как конкуренты у Титании и Мавритании, принадлежавшей компании Кунарт Лайн. Лайнер Олимпик единственный из трех лайнеров-близнецов этого класса, который проработал много лет и был списан и разобран по причине морального и физического устаревания. Тогда как Титаник затонул из-за столкновения с айсбергом в первом же плавании, а Британик первоначально носил название «Гигантик», переоборудованный в плавучий госпиталь. Подорвался на мини, выставленный немецкой подводкой «Уэйвит-73» в ходе Первой мировой войны в ноябре 1916 года. Строительство Олимпика. В 1977 году председатель Харланд Онвольф, Пири и Исмей планировали постройку двух больших лайнеров с тремя трубами, которые превосходили бы Судаку Нордлайн и в скорости, и в размере. Однако все изменилось. Дуэт лайнеров был превращен в трио. Три трубы были заменены четырьмя, чтобы создать симметрию и заверить пассажиров, что судно с четырьмя трубами больше и безопаснее. Корпус Олимпика был 269 метров в длину, имел 16 водонепронисяемых отсеков, 29 котлов, гигантские двигатели, вместе с турбиной вырабатываемой мощностью примерно в 50 тысяч осадинных сил, чтобы вести судно на скорости в 23 узла. Это 42 почти километра. Внутренние помещения Олимпика были изящны. Первое происшествие с Олимпиком произошло в Нью-Йорке, когда 187-тонный портовый буксир затянуло под Олимпик. Корма маленького судна была сильно повреждена, а Олимпик отделался лишь царапинами. Следующий был бой с немецкой субмариной. Во время войны 24 апреля 1918 года Олимпик пошел в свой 22-й рейс, на сей раз между Саут-Гэмптоном и Нью-Йорком. После успешного пересечения Атлантики, Олимпик вернулся в Великобританию 6 мая. Когда он достиг британских вод, считавшись со военной зоной, он был встречен четырьмя американскими крейсерами, которые должны были сопровождать его в течение последней стадии рейса. В Ла-Манше на судне внезапно заметили немецкую подлодку В-103, лежащую неподвижно на поверхности воды справа борта Олимпика. Очевидно, немецкий капитан не заметил присутствие Олимпика, но поскольку последний начал стрелять по подлодке, он быстро пришел в себя и увидел атакующего гиганта. Субмарина была настолько близка, что было невозможно опустить орудие достаточно низко для поражения, и выстрелы проходили выше. Немецкий капитан Рокер видел единственный выход – погрузиться и убежать. Но подлодка не была достаточно быстрая. Олимпик догнал ее благодаря прекрасным навигационным навыкам капитана Хейса на полной скорости судна весом в 46 359 тонн, протаранила 800-тонную подлодку и разрубила ее надвое. Подлодная лодка быстро затонула. Олимпик попросил военный корабль США Дэвис подобрать 31 немецкого выжившего моряка. Повреждение Олимпика было едва заметно над поверхностью воды. Под водой его Форш Тевен был погнут. Несмотря на это, протечек не было. Капитана Хейса встречали восторженные британцы. В 1925 году система отделения на три класса была отброшена. Каюты третьего класса стали называться туристическим третьим классом. Этот новый класс состоял из лучших кают третьего класса и менее привлекательного кают второго класса. Цена за билет в этом новом классе была немного выше, чем билет в обычный третий класс. Отличие Олимпика от Титаника. У Олимпика променад на палубе А полностью открытый, а у Титаника передняя часть палубы А остекленена примерно до второй трубы. Это самое существенное виртуальное различие, по которому лайнеры можно легко отличить друг от друга. На палубе Б у Олимпика кормовая часть променада открыта больше, чем у Титаника, хоть у Олимпика эта часть часто перестраивалась. У Титаника на палубе Б в районе второй трубы были каюты, апартаменты с частными прогулочными палубами для миллионеров, тогда как в Олимпике решили их не строить. У Титаника в том месте, где у Олимпика открытый променад над кормой палубы Б было расположено кафе в парижском стиле, тогда как на Олимпике на момент гибели Титаника его не было. На Титанике крылья мостика выступали за фальшборты палубы А. Тевтоник Британский транс-антлантический пассажирский пароход, принадлежавший компании Ватстар Вайн. Тевтоник спустили на воду в январе 1889-го. Через пять месяцев он был готов отправиться в первый рейс. Посетил всемирную выставку как коммерческий крейсер, на этой выставке присутствовал император Германии кайзер Верген Дергрозе. Во время четвертого рейса стал обладателем голубой ленты Атлантики, развив скорость в 20 узлов. Когда началась Первая мировая война, Тевтоник переделали в коммерческий крейсер. Установили шестидюймовые орудия и пушки. Тевтоник стал перевозить войска между Сауп-Гентоном и Мудрусом. Конец карьеры корабля После войны Тевтоник был обратно отдан у Ай-Стар Вайн. Но при осмотре судна приняли непригодным и отправили на слом в Японию. Там мы пытались найти применение, но в конце концов разобрали на металл. Берингария Первый трансатлантический лайнер класса Император. Первоначально построенный для Гамбург-Американской Пескинсфер-Активной Гессельщины или Хапах Как лайнер под именем Император. На момент спуска в мае 1912 года он был самым большим пассажирским судном в мире, предстоя погибший Титаник. После службы в ВМФ США во время Первой мировой войны Император был передан Кунард Лайн как часть военных репараций и ходил в качестве флагмана компании под именем Берингария до конца своей эксплуатации. Интерьер был одной из главных и самых красивых особенностей корабля. Огромная гостиная первого класса могла вместить по крайней мере 100 человек, а ее потолок был увенчан куполом. В комнате также находился мраморный бюст кальзера. Другой яркой особенностью был внутренний плавательный бассейн для первого класса, хотя это и не был первый плавательный бассейн на корабле. Первый был установлен на лайнере УА Старлайн Адриатики 1907 постройки. В 1929 году произошел крах на Уорл-стрит и скоро он затронул весь мир. Немногие могли позволить себе дорогостой дорогой трансфонтический рейс. Вскоре ситуация ухудшилась и пароходным компаниям приходилось отправлять свои суда в круизы, чтобы получать хоть какую-то прибыль. Трудные времена препятствовали обновлению флота, и Берингария оставалась в статусе флагмана до мая 1934 года, когда Кун Артлайн и Устарлайн объединились. Аквитания РМС Аквитания – британский пассажирский лайнер, принадлежа в компании Кун Артлайн. Проект лайнера был создан на основе проекта Мавритании, однако Аквитания было больше, медленнее и роскошнее. Он считался одним из самых красивых четырехтрубных пассажирских лайнеров. Аквитания – единственный пассажирский лайнер, принявший участие в обеих мировых войнах. Он служил в качестве госпитального судна и войскового транспорта, эксплуатировался с 1914 года, прошел 3 миллиона миль, совершив почти 450 рейсов. При создании собратьев Аквитании конструкторы уделяли большое внимание быстроходности, нежели внутреннему убранству. Аквитания же строилась в первую очередь с роскошными интерьерами пассажирских зон. Аквитания и Мавритания были в состоянии пересечь Атлантику со средней скоростью приблизительно в 25-26 узлов. Тогда как Аквитания имела ограниченную скорость в 23 узла, однако для ее пассажиров скорость не имела значения. За исключением размера нового лайнера, это был крупнейший Кунардерн до Куин Мэри. Самым захватывающим в нем были изумительные интерьеры, гостиная в стиле Палладио с колоннами занимала две палубы. Как и обеденный салон первого класса, такое фантастическое внутреннее убранство обеспечило Аквитании прозвище Шибеттиш. Субтитры создавал DimaTorzok